День Города На фишинговую удочку расскажем, как прекратить серфить по ссылкам. А ведь предупреждали, за неправильную парковку железных коней в Рязани все чаще отправляют в штрафное стоило. Последние два с небольшим года ярмарка выходного дня располагалась на улице Пролетарска, рядом с Центральным рынком. Новые собственники участка попросили на этом месте ярмарку больше не проводить, поэтому администрация города экстренно подыскала другое место для торговли. Выбор пал на площадку управления Рязанского троллейбуса на улице Держинского. В субботу 2 апреля новое ярмарочное место протестировали сами рязанцы. Ярмарка выходного дня начала свою историю на площади Театральной и полюбилась горожанам. Многие уже не представляют себе повседневный рацион без продуктов рязанских производителей. У каждого продавца есть верные клиенты, количество которых с годами пополняется. Но вот постоянного места у ярмарки пока нет. В администрации рассматривали несколько площадок, но они либо находились далеко от центра города, либо не проходили по параметрам. Территория должна быть площадью не менее 3000 квадратных метров с хорошей транспортной и пешеходной доступностью и возможностью организовать не менее 100 торговых мест. Нравится. Живу рядом просто. Очень удобное расположение, остановка транспорта. Жаль, что ненадолго. Да, еще с театральной. Еще с театральной. И у своих продавцов покупаем. Постоянно. Везде. На театральной были, и у рынка были. И вот теперь здесь. Ну, мы тут живем не так далеко. Нам даже тут удобнее. Место притяжения в центре очень замечательно. Погода немножко подкачала, и это плохо. Есть небольшие сложности с парковкой, но мы все за здоровый образ жизни. Немножко пройтись с утра – это только на пользу здоровью. Поэтому, на самом деле, очень большой ассортимент представлен из продукции товаропроизводителей наших, рязанских. Поэтому можно только порадоваться за наших горожан. Работает ярмарка, как и прежде, с 8 утра до 15 часов дня. Но первые покупатели у некоторых продавцов появляются гораздо раньше. Например, знаменитый сыр Татьяны Устинкиной. Постоянные клиенты заказывают заранее и забирают уже в 4 часа утра. Для тех, кто распробовал. Вкуснейшие и качественные молочные продукты уже не имеет значения, куда за ними ехать. Мы очень довольны. Наши покупатели все обязательно придут за нашей продукцией. Они сказали, мы все за вами придем. А еще тут новых клиентов себе найдем. Здесь домов много. Чтобы не была большая очередь, мы готовим еще дома. Так что мы хотим, чтобы наши рязанцы ели свежую, хорошую молочную продукцию. У нас без консервантов, без добавок. Все свежее и вкусное. На новоселье ярмарки выходного дня приехала глава города Елена Сорокина. Она активно общалась с покупателями и продавцами. Проблемы увидела. Главной проблемой, с ней жители обращались, и не один человек, это организация парковочного пространства. Увидела. Так, надо делать парковку. В следующую субботу будем открывать пространство и обустраивать парковку. Новую площадку ярмарка займет временно, так как через несколько лет на этой территории планируют построить школу. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С 1 апреля в России вступил в силу мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать в течение полугода. Власти сделали исключение только для должников, застройщиков многоквартирных домов или другой недвижимости, которая возводится в соответствии с законом о долевом строительстве и включена в единый реестр проблемных объектов. Что еще ждет нас в апреле? Расскажем далее. С 1 апреля на 8,6% проиндексированы социальные пенсии. Изменения коснулись почти 4 миллионов человек, получающих социальные пособия по старости, потере кормильца и инвалидности. Еще одна категория получателей – дети, оба родители которых неизвестны. С 1 апреля расплатиться через систему быстрых платежей СБП станет проще. Банки обязаны теперь обеспечить использование мобильного приложения для переводов от физических лиц юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. С 1 апреля вступает в силу постановление о повышении максимальной ставки льготной ипотеки до 12%. Для граждан, которые взяли кредит до 1 апреля, ставка останется прежней – около 7. Срок действия программы не изменился. Получить ипотеку на льготных условиях можно до 1 июля этого года. При этом по трем ипотечным программам – семейной, сельской и дальневосточной – ставки остались на прежнем уровне. С 1 апреля заработали новые коэффициенты страховых тарифов бонус малу, сокращенных КБМ. Суть их в том, что чем реже водитель попадает в аварии, тем ниже этот коэффициент и тем меньше цена страховки. Минимальный коэффициент, по которому рассчитывается размер страховой премии, уменьшится с 0,5 до 0,46. Максимальная скидка за безаварийное вождение станет больше на 4 пункта и составит 54% вместо 50. Для аварийных водителей, которые стали виновниками ДТП, максимальный КБМ, наоборот, значительно повышен до 3,92 пункта против 2,45 ранее. С 5 апреля, и это главная новость последних дней, в России вступает в силу новый закон об уголовной ответственности за публичное распространение недостоверной информации о работе госорганов России за рубежом. Речь идет о работе посольств, прокуратуры, Росгвардии, МЧС и Следственного комитета. Теперь нарушителям будет грозить такая же ответственность, как и за распространение фейков. А деятельности вооруженных сил России, штраф до полутора миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от 1 до 3 лет для граждан и на срок от 5 до 10 лет для должностных лиц. Если же распространение фейков привело к тяжким последствиям, то срок лишения свободы может составить до 15 лет. Покупки через интернет сделали нашу жизнь удобнее и в некоторых случаях заменили традиционные походы в магазин. Но как это часто бывает, есть у этой современной опции и обратная сторона медали. Герман Гучин о том, как в сети интернет не попасть в лапы местных пауков. Фишинговые сайты – это одно из главных оружий интернет-мошенников. Это один из видов обмана, когда злоумышленники пытаются получить конфиденциальную информацию пользователей. Например, логин, пароль, данные банковской карты. Новость последних дней. Рост числа поддельных сайтов интернет-магазинов. Как часто совершаете покупки в интернете? Ну, в последнее время часто продукты покупаем. А когда-нибудь вас обманывали в интернете или все как-то проходило? Ну, было когда-то. Китайское там покупали. Бывало. Два-три раза в жизни. Я пережила действовать через проверенные сети. Достаточно часто. Что покупаете, если не секрет? Вот на таких сайтах, может быть, чаще всего? Ну, наверное, сейчас на детских сайтах больше всего покупаю. Не нужно тратить время действительно на поход в магазины. Совсем не совершаю. Муж этим занимается, я нет. Не заходить на посторонние эти ссылки. По-любому. Даже если от знакомых. Лучше сначала позвонить знакомому, спросить, ты прислал что-нибудь, а потом уже. Если да, то, пожалуйста, нет. Лучше не стоит. Электронные письма, сообщения в соцсетях и мессенджерах с просьбой подтвердить аккаунт или восстановить доступ к банковскому счету буквально атакуют пользователей. В них специальные ссылки, при переходе на которые вы попадаете в сети мошенников. Рекомендации стандартные, которые мы обычно рекомендуем, значит, никогда не следует сообщать любые конфиденциальные сведения кому бы то ни было. Это и защитный код, пин-код вашей карты и тем более нельзя сообщать одноразовые пароли. Для совершения покупок в интернете желательно иметь отдельную карту. Это обезопасит вас от потери денег. Вы всегда сможете пополнить эту карточку непосредственно перед вашей покупкой. И после покупки денег на карте останется какое-то минимальное количество. Соответственно, риск утраты денежных средств в данном случае сводится к минимуму. Также мошенники стали использовать для обмана рекламу в мобильных приложениях и специальные баннеры на сайтах. В таких объявлениях сообщают, что вы выиграли приз и для его получения необходимо снова перейти по ссылке. Для подкрепления легенды мошенники выставляют отзывы тех, кто якобы уже получил деньги. В первую очередь данную карту нужно заблокировать. Связаться со своим банком по номеру горячей линии, которая обычно указывается на оборотной стороне карты. Или же заблокировать карточку в мобильном приложении банка. Как удобно. Какой способ на данный момент является наиболее доступным. После этого, либо в этот же день, либо в крайнем случае на следующий день, требуется обратиться в банк и написать заявку, претензию о несогласии с операцией, которую вы не совершали. И параллельно, естественно, нужно уже обращаться в правоохранительные органы. Подделка дизайна и название сайта – это основные уловки киберпреступников. Работают в основном с расчетом на психологическое давление. Человек доверяет привычному приложению и у него не возникает сомнений в подлинности сайта. Потом следует обман. Роскомнадзор такие сайты выявляет и блокирует. Эксперты же рекомендуют с осторожностью бородить посылкам с незнакомыми ресурсами. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С 4 мая в Рязани перестанет ездить маршрутка под номером 65БМ2. Информация об этом размещена на сайте мэрии. Заявление с просьбой о прекращении перевозок поступило от индивидуального предпринимателя Сергея Ерошина в управлении транспорта 22 марта. Муниципальный маршрут номер 65БМ2 психбольница ДПР-5 перестанет работать 4 мая. Напомним, планировалось, что маршруты с литерами А и Б прекратят работать в мае с окончанием действия свидетельств на перевозке. При этом основные перевозчики с 15-30 транспортными средствами на тех же маршрутах продолжат осуществлять перевозку пассажиров в полном объеме. Мэрия уточняет, что речь идет о перевозчиках, которые обслуживают маршруты одной-тремя машинами. При этом основные перевозчики, имеющие на маршрутах от 15 до 30 транспортных средств, продолжат осуществлять перевозки. Когда правила парковки водители игнорируют, то в дело вступают сотрудники ГИБДД. Сейчас работа по освобождению проезжей части продолжается. Естественно, речь идет о тех авто, владельцы которых нарушили ПДД. Сколько не напоминай водителям смотреть на дорожные знаки, сколько не говори с экранов об эвакуации неправильно припаркованных авто, все равно хозяева оставляют свои машины под запрещающими знаками. За прошлую неделю на штрафстоянку отправили 104 авто, водители которых допустили нарушение правил остановки и стоянки. Самое распространенное нарушение – остановка транспортного средства в зоне действия знака «Остановка запрещена». Также водители нередко допускают такие нарушения, как остановка на пешеходном переходе, на тротуаре и даже на остановка на местах, предназначенных для инвалидов. Вот, например, очередной эпизод. Водитель Mercedes-Benz решил припарковаться под знаком «Остановка запрещена, работает эвакуатор». Естественно, авто до штрафстоянки прокатилось без водителя. Взыскания за такие вот нарушения варьируются от одной до пяти тысяч рублей. Максимальную сумму вы отдадите за стоянку на месте для инвалидов, инвалидом при этом не являясь. Владельцу, который обнаружил, что его транспортное средство пропало с места, где он его оставил, необходимо обратиться по телефонам дежурных частей. В Рязани это 29-74-54 и 29-74-64 и уточнить, где находится его транспортное средство. После этого нужно будет явиться по адресу Солнечная, дом 1, чтобы на водителя составили административный протокол. Кстати, спасти свое авто от эвакуации можно. Нужно оказаться у машины до того, как ее поднимет эвакуатор. Административный материал все равно составят, однако в этом случае платить за работу эвакуатора не нужно. Если машину уже подняли, то препятствовать работе сотрудников нельзя. Можно схлопотать и административку. Или и того хуже, арест на 15 суток. Есть еще более простой способ спасти свое авто от эвакуации. Парковать его в разрешенных местах. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. На этой неделе аварийные выбоины ликвидируют на шести улицах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Работы проведут по улицам Магистральной, Станкозаводской, Медицинской, Нахимова, Щерса, Энгельса. На прошлой неделе ликвидировали аварийные ямы на 14 участках улиц. Октябрьской, Энгельса, Кальной, Зубковой, Урицкого, Ломоносова. Первый проезд Бабушкина, военных автомобилистов, Нахимова, Маяковского, Циолковского. Проезд Васильевский, Бугровка, Сережина гора, Зубковой, Васильевской, Коширина. Проезд Завражного, Магэс. С начала года отремонтировали уже 57 участков на площади 3200 квадратных метров. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова